В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В школах муниципалитета прошли антитеррористические учения. Голову не ест. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Амина Зарипова посетила образовательный центр «Успех» в поселке Дрожжино. Самое главное – надо начинать именно с наших детей, чтобы они были крепкими, здоровыми и знали, что такое с детства трудиться. В Горках Ленинских прошел праздник, посвященный Дню поселка. Появился в летописи при Иване с Розном, я так понимаю, если 480 лет-то, да? Да, мы выходим на середину скуса. Так что поселок с историей. До 1 сентября осталось всего ничего. Безопасность детей, находящихся в школе – важная составляющая. Поэтому накануне начала нового учебного года сотрудники образовательных учреждений стали участниками тренировки по антитеррористической безопасности. Отработали все этапы действия при проникновении в школу вооруженных людей. Где находится тревожная кнопка, теперь знает и наш корреспондент Юлия Стаферова. Сотрудники Росгвардии совместно с органами исполнительной власти провели в одной из школ Ленинского городского округа тренировку, в ходе которой наглядно показали, как в случае нападения на школу вооруженных преступников взаимодействует Росгвардия, полиция, МЧС и пожарные. Наша роль самая непосредственная – это задержание вооруженного правонарушителя, который проник на территорию учебного заведения. И прежде всего, конечно, это не допустить, чтобы пострадали дети, работники средней школы. По легенде, на территорию школы проник террорист. Сотрудник охраны нажал на кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы оперативно прибыли и задержали условного преступника. Голову вниз. Далее было наглядно показано, как обезопасить детей при обнаружении в общеобразовательном учреждении взрывного устройства. В этом помогла инсценировка. Охранник заметил подозрительный предмет и незамедлительно сообщил в полицию по номеру 112. На место прибыли сотрудники следственной оперативной группы, которые зафиксировали бомбу. После этого к работе приступили специалисты по разминированию здания. В конце подвели итог совместной большой работы, разобрали ошибки, сделали выводы. Сегодня, так же, как с кнопкой, работало-работало, а потом что-то произошло не так, то что-то может произойти с ключом. Закрывало-закрывалось, тут начали закрывать, замок, что-то случилось, ключ не провернулся. Баррикадку, сблокировку делать надо обязательно. Спасибо большое про образование, руководству школы за организацию данного мероприятия. На самом деле, это очень хорошие мероприятия, такие учения. Они позволяют подготовить и персонал школы, и сотрудников охранных предприятий, которые существуют охрану школы, и действия в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации. Подобные учебные тренировки необходимы, чтобы сотрудники школ были подготовлены к реальным ситуациям, которые угрожают жизни учеников. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, заслуженная тренер России Амина Зарипова, приехала в Дрожжино. Здесь она посетила образовательный центр «Успех», который впервые откроет свои двери для учащихся 1 сентября. О цели визита звезды мирового спорта узнал Максим Козлов. Еще пусто в коридорах и учебных классах. Персонал школы только готовится к началу своего первого учебного года. А вот в спортивном зале царит оживление. В гости к юным спортсменкам приехала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Амина Зарипова. Ножки свои не любишь. Ну-ка сделай еще раз повтори. Нет, подожди, сделай еще раз элемент, с которого ты упала. Как тебя зовут? Как? Соня. Ты можешь статкраму получить аккуратно. Ну-ка сделай еще разочек. В качестве наставника спортсменов Амина Зарипова тоже имеет немало регалий. В 2021 году она организовала собственную школу гимнастики, филиал которой в скором времени начнет работу на территории Ленинского округа. Обратились к ней с инициативой о том, что у нас в рабочем поселке Дрожжино открывается новая школа и добро пожаловать. И были рады очень, когда получили положительное решение. Излишне говорить о том, как необходим хороший тренер для спортсмена. Но особенно важно иметь опытного наставника на заре карьеры, чтобы он в полной мере мог раскрыть потенциал будущего чемпиона. Если с самого детства наставник тебя ведет до высоких побед, или до твоего возрастления, и вы находитесь в едином контакте, в едином коннекте, это прям безусловно, можно ожидать каких-то больших успехов. Открытие школы гимнастики Амины Зариповой органично вписывается в концепцию образовательного учреждения с говорящим названием «Успех». У каждого ребенка, у каждого взрослого в жизни должен быть свой успех. И вот школа «Успех» она будет успешна для всех детей и даст хороший старт как в карьере, так и в учебе, и детям, и взрослым. Безусловно, в этой школе художественной гимнастики смогут заниматься все жители Ленинского округа. Но прежде всего здесь ждут маленьких спортсменов микрорайона Бутова-парк-2. Я очень благодарна городскому округу Ленинский, что мне предоставили такую возможность, что я могу походить, повыбирать. Очень много домов, очень много жителей, детей очень много. И самое главное, надо начинать именно с наших детей, чтобы они были крепкими, здоровыми и знали, что такое с детства трудиться. Небольшая экскурсия по школе, судя по всему, окончательно убедила Амину Зарипову в том, что она сделала правильный выбор. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, что вы на нас обратили внимание. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы будем в одну сторону смотреть. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе прошел единый день открытых дверей в муниципальных досуговых учреждениях. Наша съемочная группа побывала во Дворце культуры Видное. Познакомилась с направлениями работы, преподавателями и воспитанниками. Наш корреспондент Екатерина Коваленко. Добро пожаловать! Таланты гостеприимный Дворец культуры распахнул свои двери для гостей. В этом месте творчества, созидания, песен, танцев и настоящего счастья прошел концерт представления, в котором приняли участие его многочисленные коллективы. Визитная карточка Дома культуры, старейшие ансамбли, хор русской песни «Россияночка» и оркестр русских народных инструментов. А еще народно-театральный коллектив «Твит», хореографический ансамбль «Видновчаночка» и многие другие. Все они на слуху не только у жителей округа, но и хорошо известны в Москве и области. Ансамблю детских народных инструментов «Родничок» уже больше 20 лет. Здесь дети учатся играть на очень колоритных, аутентичных музыкальных инструментах. Приглашаются все желающие. Мы играем сначала с самыми маленькими на разных шумовых инструментах, народы вводим, поем, а потом уже подводим их к инструментам звуковым, как гусли, жилейки, балалайки. И уже у нас получается оркестр. Дворец культуры – настоящий дом для творческих личностей, причем самых разных возрастов. На сцене покорны все возрасты. В нашей группе участники от 60 до 76 лет. И все прекрасно танцуют. Бальзам на душу. Пообщаться в хорошем коллективе, под хорошую музыку потанцевать. Ну и выступить, соответственно. На протяжении всего дня открытых дверей шла активная запись в кружки и коллективы. Те же, кто не успел, всегда могут присоединиться к дружной семье ДК. Приходите, здесь всегда рады талантам. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Вместе ярко. Именно под таким названием прошло мероприятие, посвященное Дню поселка Горки-Ленинские. Праздник получился действительно грандиозным и запоминающимся. И главная заслуга в этом самих жителей, которые с удовольствием принимали участие в организации торжества. Участниками интересного события стала и наша съемочная группа. В этом году поселок Горки-Ленинский отмечает 480 лет со дня основания. Как рассказала начальник территориального отдела Светлана Литвинова, подготовка к праздничному мероприятию заняла больше трех месяцев. Горки-Ленинский – очень уникальное место, известное всему миру. И мы, когда готовились, мы собрали все те жемчужинки, которые есть на нашей территории. У нас есть что показать. Это наш красавец-музей. Это наши уникальные гонки на выживание, которых больше нигде нет. Это наши летающие мотоциклисты. По традиции организовывали праздник сотрудники досугого центра «Юность». Но также были и приглашенные артисты. Настоящим подарком для юных жителей стала галактическая лаборатория. Космические декорации, настоящие роботы, химические эксперименты с жидким азотом, сухим льдом, молниями и огнем произвели впечатление не только на детей, но и на взрослых. Закрываю. Закрывай носик. Пальчиком. И... Отлично, молодец. На свое место. Многие участники праздничного концерта живут в горках Ленинских. И для них это прекрасная возможность поздравить свой родной поселок. Это очень хорошо, что люди сделали такой праздник, потому что они ценят горки. И мы очень рады, что я здесь рядом живу, она тоже здесь рядом живет. Мы очень рады, что мы живем именно здесь. Горки Ленинские – очень прикольное место для отдыха. Вокальные и танцевальные номера, творческие мастер-классы, увлекательные конкурсы и тематические зоны для фотографий порадовали гостей праздника разных возрастов. На день рождения всегда желают всего самого лучшего. Самого доброго, светлого. Поселок хороший. Уже живет давно, ведь получается, он появился в летописи при Иване Сросном, я так понимаю, если 480 лет-то, да? Так что поселок с историей. Я хочу, чтобы горки Ленинские оставались такой же красивой и чтобы тут были только люди добрые. Приехали поздравить жителей поселка и почетные гости. От имени главы Ленинского городского округа, от себя, от всего сердца, поздравляю с днем рождения поселения. Удивительные горки, почти полувековая история. История, традиции, культура, совесть, честь. Горки вы уникальны, вы неповторимы, вы талантливы. Конечно, хочется пожелать, чтобы наше поселение росло в масштабах, как культурных, спортивных. У нас замечательные есть исторические традиции. Вот самое главное, чтобы молодежь подрастающего поколения помнила, чтила и знала историю своего края. Праздник получился грандиозным. Его участники доказали вместе ярко. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова